Послание Отца Абсолюта от 8 октября 2019 года Энергетическая конструкция тела человека пятого измерения Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я расскажу вам более подробно об энергетической конструкции тела человека пятого измерения. Пока на Земле практически нет людей, у которых физическое тело уже полностью трансформировано в световое и кристаллическое, но есть те, кто к этому уже близок. Поэтому очень важно, чтобы вы четко представляли себе, каким должно быть ваше новое тело. Это позволит вам строить его уже осознанно, учиться видеть и чувствовать происходящие в нем энергетические и тонкоматериальные изменения, следить за тем, чтобы этот процесс трансформации проходил гармонично и безболезненно. Итак, начнем с того, что каркас вашего тела носит теперь немного другой характер. Неизменной, самой материальной частью вашего тела остается лишь его скелет, но и он претерпевает некоторые изменения. По мере того, как под воздействием высоковибрационных энергий ваше тело все больше разряжается, он становится более упругим и вместе с тем подвижным. У многих людей позвоночник выпрямляется, а суставы становятся более гибкими. Кости укрепляются за счет того, что сцепка частичек кристалликов, из которых состоит ваше новое тело, гораздо прочнее той, что была раньше между его молекулами. И объясняется это тем, что цементирующий их материал уже совсем другой. Это энергия пятого измерения, которая, обладая предельной разряженностью, одновременно несет в себе невероятную силу, энергию безусловной любви. И многие из вас уже ощутили на практике мощь этой энергии. Она способна целить душу и тело, а также растворять все преграды на пути человека к делу его жизни, к тому, что выбрала его душа. По мере того, как человек вытесняет из своего энергетического пространства энергии третьего измерения, которые раньше служили строительным материалом его тела, это освобожденное пространство начинает заполняться новыми энергиями пятого измерения. И как только произойдет полное замещение новыми энергиями всех тонких тел человека и каждой клеточки его физического тела, наступит исцеление всех его недугов, порожденных прежними негативными энергиями, которых он жил, находясь в трехмерном мире. Конечно, это не может произойти мгновенно, поскольку все болезни человека, искажения органов его физического тела, накапливались годами. И теперь новые энергии начинают исправлять эти физические изъяны, представляющие собой энергетические блоки, сгудки негативных энергий, постепенно растворяя их и предельно разряжая эти засоренные места. И вы, дорогие мои, можете ускорить этот процесс, мысленно помогая энергиям пятого измерения вершить эту чудесную работу по возвращению вам здоровья и молодости. Для этого вам нужно как можно чаще призывать энергию первотворца Вселенной и направлять ее исцеляющий луч в проблемные места вашего тела. Вы также можете обращаться к своим небесным помощникам с просьбой усилить поток этой божественной энергии. И я уверен, что ваши совместные усилия дадут прекрасные результаты. Но главное, это не допускать в свое энергетическое пространство ни одной негативной мысли или эмоции, которые могут снова спровоцировать в вашем теле те самые блоки, которые вы пытаетесь растворить. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Продолжение следует... Перееходите в описании. Продолжение следует...